друзья всем привет меня зовут аня и рада видеть вас на своем канале вязание сегодня у меня просто прекрасное настроение не только что мои любимые мужчины подарили цветы они такие красивые вообще невероятные и сегодня 8 марта да кстати видео это выйдет гораздо позже наверное скорее всего выходные хотя наверное может быть просто дело в том что я забыла на дома в общем у мамы за городом часть свои своего вязания которое вам еще не показывала я думала что я за эту неделю его продвину и буду вам показывать во влогах во влоге но видите забыла и в общем то осталось без проекта точнее без так сказать двух то есть я один начала думала что закончу и начну 2 ну в общем то пока не получилось я очень хочу это показать непосредственно в этом влоге этот проект поэтому наверное все таки я постараюсь по быстренькому в субботу до снять и воскресенье уже выставить это видео чтобы вы его смогли посмотреть как они пахнут просто невероятно прошедшим 8 марта с прошедшим праздником весны хотя у нас сегодня в петербурге просто метет невероятно самого утра но несмотря на это у меня все равно замечательное настроение я еще вчера сделала себе вчера часть подарка половинка сегодня я этот этот подарок добила вы узнаете об этом подарке но уже в апреле подарки себе но уже в апреле это не что-то физическое что можно потрогать хотя этот подарок меня приведет к тому что я смогу кое-кого увидеть пощупать обнять поцеловать в общем я этому очень очень надо у меня аж прям так спокойно спокойно в общем замечательный подарок я очень этого хотела и в общем в апреле это исполнится что я вам хотела показать немножечко подальше цветы уберем на чтобы они в кадре все равно были красивые невероятно я хочу показать вам представляете в прошлом влоге совсем забыла показать финальный вариант носочков которые вязала в рамках тестирования по описание насти из канала белый шиповник это описание танахим по моему называется насти если неправильно прости пожалуйста я подпишу в общем перчатку перчатки все у меня в голове одни перчатки у меня перчаточное какое-то настроение носочки эти обалденные они мне так нравятся это невероятная пряжа фелисия от от кого от нитпикс вот такая вот этикеточка здесь 75 на 25 меринос супервош с нейлоном и у меня было два моточка по 50 грамм эту пряжу мне дарила лена лена спасибо огромное я получила колоссальное вообще удовольствие от вязания этих носочков я прошлом влоге рассказывала что начинала их спицами лики но лики у меня сломались в процессе и я докупила спицы а они у меня в забытом забытый проект на сумке у мамы джинджер и мне так понравились джинджер у меня сложилось ощущение что они как будто чуть-чуть поострее я даже сделала фотографии если не удалила я вставлю что вот как будто чуть-чуть а поскольку я люблю острые спицы мне это наоборот вот самое то и лесочка тоже хорошая ну как относительно да наверное самая мягкая леска из вот таких вот таких тоненьких спиц это вот съемная тоненькая леска чиагу она вот самая такая пластичная на втором месте у меня все-таки лесочки хая-хая так у меня отключилась камера поэтому я продолжу телефон снимаем значит носочки связаны на спицах 225 и как я уже сказала одни у меня сломались я заказала другие и общем-то другими довязала я специально подгоняла секции и поэтому у меня носочки идентичные практически там на один ряд у меня идет смещение но я считаю что это идентичные очень мне понравилось вязать пятку это какое-то вообще удовольствие невероятное я понимаю что это такая интерпретация как она крауфорд стронг гердины крауфорд стронг по моему так зовут автора этой пятки если я не ошибаюсь могу ошибаться лучше это все конечно расскажет настя вот очень классный дизайн и мне еще нравится что это такие носочки с историей потому что они начинались вообще этот дизайн придумывался изначально для проекта вязания на выбывание настя там участвовала как зритель и я помню эти носочки и она хотела в общем я оставлю ссылку на настю посмотрите ее видео как она изначально что хотела связать как у нее первый вариант получался что и что ей хотелось изменить в общем она об этом рассказывает у себя видео ну и собственно вот это эти носочки этот дизайн как раз стали финальным таким аккордом и за мне кажется что они просто идеально я точно еще буду вязать такие потому что ну а во первых понравились во вторых муж когда увидел такое это мне я говорю да нет на тебе такой ну блин почему ты вяжешь всем кроме меня в общем ладно расход по моему 74 грамма если я не ошибаюсь шикарный мне кажется расход и отличные такие высокие с высоким пагалин ком носочки и еще вот здесь вот виднеется хочу вам показать буквально вчера в ночи закончила вышивать вышивка у меня лежит вот такой проектной сумки моей это размер с очень удобно оказалось именно для вышивки не только для вышивки но вот это прям супер начать то у меня пяльцы сюда прям поместились идеально вот хотя я сейчас заказала пяльцы новые но мне кажется не то что да поместится видите у меня здесь немножечко они надломались и мне кажется что ну я попробую конечно починить но мне кажется что не получится хотя мне 5 с этим очень нравится короче я до вышивала так значит это дизайн жар птица насколько я понимаю это как раз фирма да если я не ошибаюсь ну и собственно это прям специальная вышивка с вот такой вот водорастворимый конвой значит я буду сейчас ее наверное растворять вот в горячей воде насколько я помню растворяется ну и смотрите мне кажется что получилось просто обалденно у меня здесь есть небольшой косячок но я думаю что это не принципиально и ничего страшного напомню я специально вышивала для того чтобы сделать проектную сумку для своего фотоаппарата потому что он у меня в неприглядном таком мешочке на хранится и хочется конечно поместить его в что-то достойное то что я очень люблю свою камеру и постоянно ею пользуюсь вот не только дома но и на работе постоянно на у меня в ходу вот собственно это пока и все остальные зарисовки а мне есть о чем вам рассказать я наверное чуть позже в общем то я подумала а чего ждать расскажу я и о следующем своем проекте так как вы видите меня потянуло немножечко на такое коричневое на самом деле потянул давно но я не вижу практически ничего из этих цветов потому что у меня не вязала раньше потому что у меня было предупреждение что мне не идет бежевый и в общем то ничего из него не вязала вот а сейчас у меня отличная возможность так немножечко у меня запутались нити так значит сейчас у меня есть отличная возможность потому что повязать из бежевого потому что у меня есть вот такой вот проект значит это вообще шарф эта часть уже на самом деле даже постирана но я буду конечно еще стирать я на самом деле думала что он разойдется чуть-чуть побольше но он такой вот все-таки пружинистый я надеюсь что после блокировки это все будет более ровная вот знаете когда не надо чтобы это все держало резинку и было упругим она почему-то ведет себя вот иначе значит смотрите что это у меня за пряжа я в прошлом влоге где показывала подарок от ольги ольга еще раз огромное огромное спасибо такое вдохновение получила от этого подарка и в этом подарке была вот такая пряжа такой вот моточек и это очень приятный тактильно махер на полиамиде здесь вот еще капелька мериноса суперкид махер меринос и полиамид тоненькая ниточка здесь 72 грамма казалось бы до 72 грамма но это вообще очень очень мало на самом деле если брать эту нить на какие-то проекты под мод то 72 грамма это выше крыши вообще в такой толщине например вот здесь у меня здесь соединена одна ниточка вот этого махера и вторая нить это здесь вот у меня уже смотана в моточек как вы видите здесь вот есть пайет очки у меня это пряжа ой я еще беременна не была она у меня появилась в общем очень много лет назад в общем это тоже подарок это подарок от ксении я не знаю ксюша смотришь ты видео сейчас вообще вязание или нет но в общем в любом случае я очень тебе благодарна ксюша мне подарила не только эту пряжу но еще на другие позиции от которых я просто в восторге и это артикул марьетта от шахенмайер селект видимо шахенмайера как у там той же катя или лана гроссы тоже есть наверное какие-то такие под бренды небольшие как вот регия например и здесь так что здесь здесь 45 процентов шерсть 41 процент полиэстер и 17 процентов поле акрил значит моточки 25 грамм и 77 метров это получается 100 грубо говоря 150 метров на 50 грамм на общем 300 метров на 100 грамм до 300 метров на 100 грамм у меня таких моточков 10 это 250 грамм так сейчас математиком это 750 грамм до у меня получается правильно до 850 метров если я правильно посчитал примерно ну и здесь считаете тоже практически 750 короче у меня по идее вот эта пряжа идеально по количеству совпадает по метражу да по идее должно вообще в ноль примерно уйти вот и я вот вижу вижу это уже получается у меня практически довязан 2 моточек вот он то есть на 1 уходит точнее из одного моточка уходит вот такое большое довольно полотно то есть если это полотно разложить постирать заблокировать то она получается ну вот здесь наверно сантиметров 25-30 будет я хочу большой шарф но я понимаю теперь уже что скорее всего на шарф все это не уйдет поэтому у меня какое-то какое-то количество наверное останется что делать буду с другим остатком я честно говоря пока не знаю но мне очень нравится вязать этот шарф во-первых потому что я просто как лицевую гладь а вот просто я вижу не задумываясь так вот этот узор тоже немножечко так выучила и практически не подглядываю в схему 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 я брала из своего любимого журнала а вот он у меня так вот этот burda special все модные узоры это какой-то вообще старый наверное из 90-х журнал я честно говоря здесь не нашла дату год печати вот поэтому точно сказать вам не могу но я могу сказать вам что этот журнал периодически можно найти на авито поэтому если увидите вот прям не пожалейте возьмите очень классный журнал я оттуда прямо много всего беру в частности вот этот вот узор значит я вижу на спицах хая хая это у меня три с половиной вот я стараюсь не вязать плотненько то есть пицца у меня довольно то есть так посмотреть они довольно свободно идут по спице ну то есть не плотно прилегают а это если переводите на более плотное вязание то это где-то 4 наверное может быть даже четыре с половиной да вот такой вот у меня проект сейчас очень он мне нравится ну и соответственно повязываю его периодически не каждый день вот чтобы не перегореть потому что у меня так очень часто я берусь за какой-то проект навязываю 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 постоянно а потом общем у меня пропадает какое-то такое дикое желание его вязать вот и я могу отложить чтобы вот как раз не перегореть чтобы проект не стал долговязым так продвижение у меня есть еще по джемперу свитеру плой ру как его назвать я не знаю в общем по свитеру давайте мико от вот это так как дизайнер омалика ольга гришина да значит то у меня там есть небольшое продвижение потому что опять же у меня идет стопор когда я сделал сделал ошибку точнее там даже не ошибка у меня плотность скакнула да и пройма у меня оказалось гораздо больше чем нужно я с одной стороны полочку перевязала а с другой и спинку соответственно пока нет и мне не хочется пока не знаю почему хотя сейчас погода кстати как раз для этого изделия наверное пока все я думаю что на этом мы нет мы на этом не завершим я вам покажу еще вот что так немножечко это сторону так напоминаю моем магазине на моем сайте annapao.store можно приобрести такие проектные сумки в том числе вот такие вот проектные сумки бочонки это из более плотной ткани они более стоячие сейчас у меня в наличии все которые чуть помягче но они по крайней мере закрываются на кулиску вот это поскольку очень плотная она полностью на кулиску не затягивается здесь вот видите и я такие плотные шить скорее всего больше не буду ну вот потому что из более мягкой ткани мне как-то во-первых мои машинки проще шить а во-вторых мне нравится когда все-таки кулиска закрывается чтобы проект там лежал что здесь распарыватель делает так значит что у меня здесь кстати как вариант как можно использовать такие проектные сумки я думаю вы конечно и так все это понимаете но лучше наверно показать значит можно вот так вот загнуть кстати не только вот такую проектную сумку бочонок но и вот я вам показывала проектную сумку на молнии тоже можно вот так вот отогнуть и у вас здесь моток там бобинка и вы спокойно вяжите значит здесь у меня кстати остатки от этого проекта носочков до которые обязала ну ладно мы о нем уже поговорили вы видите зеленую пряжи а мы и по моему показывала в прошлом видео я связала вот такой вот красивущий образец я его уже постирала он высох и это пряжа гленмерина стопроцентный меринос точнее нет стопроцентный лэмп свол это ягненок и а ниточка разбухла распушилась после стирки она не стала прям мигуська и то есть она сама по себе такая вот сухая но не колется при этом то есть это не такая сухая колкая пряжа такая сухая мягкая такое тоже бывает вот значит здесь у меня образец с косами как вы видите между косами здесь у меня так сколько четыре по моему 33 лицевых сами косы из 4 петель и я буду точнее планирую вязать шапку своему ребенку я скорее всего свяжу ее таким образом видите здесь резиночка она все-таки идет пошире хотя количество петель такое же чем косы здесь часть с косами это в принципе логично для таких такой пряжи которая не держит резинку потому что косы все-таки немножечко полотно сжимают и я скорее всего просто свяжу резинку на одном количестве петель и потом просто добавлю петли чтобы сильно голову не сжимала и я хочу связать шапку своему сыну но я полагаю что здесь еще останется потому что здесь мне кажется грамм 80 ну за минусом уже образца вот образец я вязала спицами 4 миллиметра вот и мне кажется такая плотность вполне себе для шапки потому что я думаю что это пряжа еще будет немножечко распушаться и разбухать еще по количеству сложения здесь у меня 750 ниточка 750 метров на 100 грамм вязала я в 2 нити вот на резиночку я наверное все-таки возьму спицы чуть-чуть поменьше три с половиной а вот на основное полотно так четверочку и оставлю и знаете что я еще подумала у меня есть остатки мериноса я скорее всего который экстра файн номере нос я скорее всего подкладку сделаю из какого-то гладенького мериноса может быть даже из пряжи сиам валенсия да которая где это полушерсть мериноса с акрилом или полиамидом там акрил скорее всего и мне очень понравилась ниточка она нежная у меня как раз осталось есть такой небольшой остаточек мне кажется что на подкладку должно хватить по крайней мере на части подкладки которая вот будет соприкасаться непосредственно с ушками и с албом хочу этот проект в ближайшее время начать раз уж я заговорила про вот эту пряжу из магазина джол то я вам покажу образец который я связала его уже показывала и постирала вот в постиранном виде я его не показывала мне кажется что он не особо-то изменился я сначала его постирала мылом от саши дамер и забыла в общем сделать подсъем но мне кажется что мне казалось что будет еще больше пуха поэтому я попробовала постирать шапу но пуха тут особо никакого не вылезла я почему-то думала что здесь а 30 процентов кашемира и 70 процентов хлопка а оказалось здесь 30 процентов мериноса что мне взбрело кашемир везде в общем вижу в смесовка кашемир почему-то в общем ниточка довольно приятная она тоже сухенькая все как я люблю есть небольшой пушок но он такой вот знаете ну совсем деликатный на самом деле для демиссионных изделий пушок никакой такой особо и не нужен и соответственно чтобы не было жарко такой состав 70 на 30 где 70 это хлопок а 30 это какая-то шерсть и это может быть и кашемир и меринос спокойно как в данном случае мне кажется это прям супер я не буду никакое изделие вязать мне марина прислала эту пряжу чтобы с ней познакомиться и вот собственно я познакомилась мне кажется очень хорошо пряжа смотрится не только в резинках они тут не упругие но тем не менее не такие ватные как вот здесь например мне кажется очень хорошо смотрится в узорах теневых вот здесь вот у меня двойной рис очень хорошо смотрится в косо хоранах просто бесподобно и здесь у меня резиночка 4 на 2 вот не знаю почему я решила такую резинку сделать здесь уже 2 на 2 и 2 на 2 прям смотрите как классно смотрится вообще образец очень классный и палитра мне тоже понравилось марина мне прислала палитру вот смотрите значит артикул вот так называется глин лог лох лох лочь глин лочь не знаю как читается правильно и палитра ну посмотрите поскольку это пряжа не стоковая а регулярная то палитра здесь в принципе может быть полезно если особенно вы вяжете на заказ вот такие кстати серые темно-серые цвета сейчас очень очень актуальны а я как всегда вообще не в тренде но я честно говоря за этим не особо слежу вот нравится мне палитра я бы вот такой вот красный взяла бы вот такой вот кстати очень красивый необычный зеленый он как будто с какими-то красными вкраплениями очень красивый вот такой вот коралловый невероятный цвет в общем короче палитра супер кстати раз уж мы заговорили про палитру давайте посмотрим палитру вот этого артикула глен мирина она у меня тоже есть вот так этот цвет у меня киллайм вот здесь конечно палитра вообще просто обалденная и кстати вот из такой пряжи можно спокойно вязать жаккардовые изделия вот потому что она будет хорошо сцепляться друг с другом вот эта пряжа ой пагода вот это смотрите какой цвет вау очень мне нравится будет хорошо сцепляться и соответственно это то что нужно для 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 жаккарда и еще вот такой вот артикул я из этого артикула тоже сейчас кое-что вижу но я наверно не буду больше показывать его в во влогах это у меня будет в отдельном проекте значит у меня вот такой вот цвет этой пряжи и это глен фруин глен фруин шерсть игненка и не лун 500 метров на 100 грамм тоже отличная пряжа для жаккарда вот это кстати вообще можно вязать в одну ниточку спокойно жаккард можно где-то я думаю взять 275 вот так вот если вы любите да тоненькая такое вязание жаккардовая вот тоже для мне кажется каких-то жаккардовых изделий просто фантастика и опять же вот такой вот серый вот такой очень актуально мне этот нравится silver мин минк такой холодный бежевый очень красивый так значит по этой пряже наверное все смотрите как красиво смотрится всегда вот эти образцы с пряжей обожаю вообще да как вам так наверное это все что у меня вообще в принципе на данный момент есть если что-то будет новенькое какие-то продвижения я вам наверное попозже как раз покажу как замечательно в петербурге стала светать гораздо раньше вот сейчас еще даже нет 9 то есть мне у меня еще есть времечко а уже светло а ребенок уже в сад пошел и я так рада что у меня есть время с вами поболтать при нормальном свете дня в общем я начала с шапку это лэмп свол в 2 нити единственная я вот сейчас уже начала сомневаться по поводу количества петель вроде так уже много провязала то есть вот так вот растягивая она растянется немножечко и вроде нормально короче что-то я засомневалась мне кажется маловато наверное придется перевязать ну ладно я вам хочу показать просто как отличается полотно до стирки вот она и полотно после поближе еще засниму но просто небо и земля после стирки конечно очень классно себя пряжа показывает и кстати вот этот лэмп свол я стирала мылом который мне саша даймер присылала вот но еще всю шапку тоже им буду стирать вот но похоже придется все-таки перевязать здесь я взяла 88 петель наверное надо будет побольше общем спицы здесь 3 с половиной так что-то вчера я была в таком восторге что я так много связала а теперь понимаю что наверное наверное маловато будет наверное нужно слушать вот с этими шапками вот я лучше носки свяжу чем шапку честно я не люблю вязать шапки сладная сейчас могу уйти в медитации и рассуждать по поводу этого проекта ну давайте его пока в сторону я связала образец из пряжи которая была в подарке вам показывала вот такую пряжу в прошлом влоге показана это стопроцентный хлопок так стопроцентный flow хлопок от экофил роман за называется 150 метров на 100 грамм это ленточка очень интересная пряжа и я говорила в прошлом видео когда показывал эту пряжу что мне видится джемпер или кардиган такой свободный очень свободный может быть даже немножечко такой свисающий и я связала образец единственная вот сейчас уже начала 2 потому что вот это образец мне кажется он слишком на крупных спицах связан это спицы восьмерка кубические и ну вот полотно очень просвечивает мне нравится очень сама фактура здесь даже резинка ну так можно сказать что читается до видно ее вот поэтому я буду делать резинки по низу изделия по манжета но они такие декоративные чисто не вообще без какого-либо смысла естественно да ну тут сами видите и я думала что же за главный узор взять лицевую гладь или все-таки платочку как изначально я увидела но платочка нет абсолютно нет в этой пряже лицевая гладь просто вообще супер значит это уже образец постиранный он нам не скажу что особо как-то изменился после стирки может быть чуть-чуть как-то менее пухленьким стал но мне в любом случае такая плотность не подходит несмотря на то что я хочу такой свитер джемпер как типа так верхняя одежда да такая летняя накинуть когда там немножко прохладно вот но все равно мне такая плотность не подходит это слишком дырчато вот и я взяла сейчас вот буквально спицы номер пять это уже у меня хая хая здесь у меня были нет про и здесь были деревянные это уже металл и здесь уже гораздо плотнее вязание идет все равно резинка считывается провяжу еще несколько рядов резиночкой вот принципе с ней все понятно но просто для симметрии для красивого образца чуть-чуть еще свяжу резинка а потом будет лицевая гладь и уже решу подходит мне этот номер спиц или нет но мне кажется что уже все просто очевидно здесь более такое сопливое полотно здесь она более такое собранное и вот мне вот этот вариант нравится гораздо больше в общем буду скорее всего брать именно на пятерочку что касается того как я буду вязать скорее всего это будет шивное изделие потому что мне хочется хоть какой-то каркас сделать для этой этого джемпера потому что это конечно сами понимаете даже поплотнее когда будет все равно будет очень такой вот нежная легкая но не легкая драпирующиеся вот такое вот можно даже сказать немножко сопливая в хорошем смысле этого слова полотно в общем это будет что-то очень классное но по крайней мере в моей голове это представляется очень классно вот вязать эту пряжу сложно потому что она я вам показывала да она ленточка но такая как бы вот вот такая ну и соответственно спицы постоянно цепляет за другие части ленты вот поэтому нужно очень очень внимательно вязать и на это конечно уходит больше времени чем на вязание обычной нити классической крутки или шнурочка так похоже мы будем с вами встречаться по утрам но это уже хорошо лучше чем ничего так значит я вчера вечером я не знаю меня просто как-то осенило что пора вязать джемпер ребенку и собственно я начала и очень бодренько так пошло это пряжа из магазина пряжа я вам показывала ее по-моему в последней своей посылочки из этого магазина мне кажется лана фреска от сиам это полу шерсть где 50 процентов шерсть мериносовая и 50 процентов хлопок 50 граммовый моточки 95 метров это получается 190 на 100 грамм правильно довольно толстенькая нить казалось бы но поскольку хлопок довольно такой тяжелый мериносик в принципе то вот ниточка у нас не супер толстенькая я вижу на спицах 4 миллиметра и честно говоря больше мне брать совсем не хочется я вязала и резинку тоже на этих же спицах и просто вот здесь в моменте когда резиночка закончился первый ряд то изнаночными петлями я просто добавила некоторое количество петель если я не ошибаюсь их было восемь так так что и по этому проекту мужской мужской ну да мужской считайте мальчиковый джемпер для моего ребенка я рассчитывала все количество петель все это по вот этому образцу который тоже показывала вот он и я хочу тоже сделать сначала лицевую гладь потом когда дойду примерно до наверное начала ребер мне кажется где то так я вот этот вот узор вставлю так а сколько у меня там рапортов по моему 6 так 22 петли в рапорте до 66 рапорт все отлично как раз у меня получается три рапорта на перед и 3 на спинку но я думаю что часть рапорта уйдет вам будет в том моменте когда уже будут рукава и этот момент я еще не придумала я еще даже не знаю что у меня будет реглан в точной спущены ничего пока не знаю вот вижу как обычно знаете как я люблю не обдумывая ничего мне так нравится больше всего либо по описаниям либо вот как вяжется так вяжется пряжа я уже говорила мне она очень понравилась и вязание она приятная и в образце вот после стирки мне тоже очень нравится она демисезонная что как раз сейчас самое нужное на самом деле ребенку будет скоро сейчас пока нет сегодня минус по моему 16 или 17 у нас в петербурге так значит у меня этой пряжи очень много если я не ошибаюсь 8 . или 6 нет 8 и я знаю точно что у меня еще много это пряжа останется скорее всего это будут какие-нибудь шапки хотя честно говоря у меня шапок что-то детских мальчиковых становится много не знаю может быть кому-нибудь подарю а может быть какой-нибудь жилетик еще соображу смотря сколько пряжи останется потому что она мне очень понравилась тактильно просто какой-то вообще невероятный восторг она не не слишком пластичная как бывает меринос стопроцентный гребенной но и не слишком такая даже не сухая а вот стопроцентный хлопок он бывает немножечко таким грубоватым что ли и вот это вот совмещение нежного мериноса он придает хлопку как раз вот этой нежности пластичности в общем получается очень очень классно мне очень нравится кстати да я не сказал это цвета семь девять восемь очень красивый яркий синий на меня такие цвета любит муж может быть кстати стоило и ему что-то связать из этой пряжи но восемь моточков это конечно мало изначально я для ребенка эту пряжу заказывала так наверное пока все больше никаких продвижений нет что что-то я вчера как и набрала петли так меня и понесло в общем то больше ничего не хотела сделать только вязать вот этот джемпер во-первых потому что просто по кругу лицевая гладь сначала резинка потом два ряда изнаночными петлями сейчас будет лицевая гладь и я такое такие проекты люблю но потом что там тоже изнаночные петли рис опять изнаночные и вот этот вот узорчик простенький я думаю что будет проект продвигаться быстро но по крайней мере мне хочется на это надеюсь так ну что вот он проект который я забыла у мамы и именно как раз с история о нем я начинала этот влог ну и соответственно давайте этим проектом влог и закончим я приехала но этот носочек был недовязан он был где-то вот на этой стадии я его вчера довязала и собственно начала новый это носочки из остатков методом helix ну и соответственно вы видите размер носочка и можете понять и догадаться что это носочек для моего ребенка значит здесь я использовала основная вот эта пряжа вот такая это носочная пряжа которая когда-то давным-давно сто тысяч пятьсот лет назад красила и у меня вот немножечко осталось и вот здесь вот она основных элементах до резинка пятка и высок а вот вторая пряжа это кстати одна видите она здесь синенькая темная здесь уже светлая это если я не ошибаюсь аркабалена какая-то из вот и соответственно второй носочек я тоже точно так же начала но единственная вот здесь вот это пряжа у меня осталось только где вот это по-моему она если я не ошибаюсь да наверное это она и темного цвета у меня уже нет здесь как видите но я добавила вот такую пряжу это у меня остатки от териберки кальцина кальзина кальзетерия кальзина не помню в общем носочная тоже пряжа из тухэнс и я думаю что я полностью вывяжу сначала вот этот остаток а может быть и не полностью не знаю мне просто кажется что вот этого кусочка на всю вот эту часть просто элементарно не хватит поэтому я хочу может быть пока до коричневого не дойду повяжу вот этим пусть он будет чуть-чуть подольше синим темным цветом ничего страшного я думаю ну и соответственно остальная часть будет тоже светлая я уже на моменте вязания пяточки я вижу спицы милики я говорила про то что они как раз те которые я прикупила за место сломанных лики в общем вот вставляла фотографию но вот еще вставлю в видео да видите один кончик он действительно тоньше вот он этот с правой стороны а с левой стороны вот здесь чуть-чуть потолще вот улики как раз вот такие то есть видите мне повезло что один кончик более острый им как раз удобно захватывает а чтобы это было спица которая в правой руке но я тут набрала так и неудачно петли что у меня это спица с левой стороны ну ладно тут маленький проект ничего как бы страшного так я думаю что я в ближайшее время эти носочки движу и в общем то я хочу начать новые носки это основная пряжа это пряжа которую красила олеся андреевна вяжет его такой мини бренд он у меня в магазине продается на моем сайте annapal.store заходите посмотрите там очень много классных расцветок основа здесь регия я регию очень люблю и вот этот цвет по моему пекин называется он мне очень нравится здесь у меня 50 грамм я смотала так вручную вот такой вот красивый моточек и здесь тоже будет helix будут вот такие цвета на самом деле если посмотреть внутрь вот этого моточка вы можете увидеть этот же цвет видите и я хочу я даже не знаю как а буду комбинировать но мне кажется что нет смысла как-то делить на два вот этот цветной отрезок хотя может быть и можно просто хочется с одной стороны чтобы они были одинаковые носочки с другой стороны даже если они будут разные это мне кажется наоборот интересно мне нравится как смотрятся эти цвета вместе и мне кажется будет очень очень здорово так но это непонятно когда еще будет helix поэтому может быть на следующей неделе если у меня получится но пока это вот ближайший проект на этом все друзья я благодарю вас за просмотр как раз сейчас этот кусочек добавлю в видео потому что предварительно все вчера смонтировала со мной и вот вы совсем скоро через пару часиков через тройку часиков увидите этот влог поэтому да это такой свеженький кусочек благодарю вас за просмотр увидимся в следующем видео встретимся поболтаем в комментариях и телеграм тоже добавляйтесь всем пока